Глава двадцатая. Под сорок седьмым градусом двадцать четвёртой минуты широты и семнадцатым градусом двадцать восьмой минуты долготы. Буря отбросила нас к востоку, и надежда убежать с Наутилуса и добраться до Нью-Йорка или к реке Святого Лаврентия исчезла. Бедный Нед в отчаянии уединился, как капитан Немо. Мы с Канцелем не расставались. Я сказал, что Наутилус уклонился к востоку, но надо было сказать, к северо-востоку. Несколько дней он блуждал по океану, то погружаясь, то всплывая в окружении туманов, столь гибельных для мореходцев. Туманы эти бывают вследствие таяния льдов, что поддерживает чрезвычайную влажность воздуха. Сколько судов погибло в этих местах, пока не искали в тумане мерцания береговых огоньков. Сколько бедствий причиняла эта плотная масса мглы. Какой страшный треск раздаётся здесь при ударах кораблей о подводные камни. Сколько судов сталкивается друг с другом, несмотря на предупреждающие огни, свистки и колокола, бьющие тревогу. Дно этих морей представляет поистине поле сражения, где ещё лежат разбитые корабли. Одни давно уже обратились в рыхлую массу, другие, погибшие недавно, отражали свет нашего прожектора на своей металлической обшивке. Сколько судов погибло вместе с ценным грузом, со всем экипажем, толпами иммигрантов в этих местах, около мыса Рейс, острова Святого Павла, в проливе Бел-Айл, в заливе Святого Лаврентия. Сколько жертв занесено в летописи смерти пароходами компаний Роял Майл и Инман Монреаль. Суда Сальвейк, Парамата, Венгерец, Канадец, Англосакс, Гумбольд, Соединённые Штаты погибли. Леонец затонули при столкновении. Президент, Пасификс, Сити-Глазго погибли по неизвестным причинам. И среди вот таких останков шёл наутилус, как бы проводя осмотр мертвецам. 15 мая мы были на южном конце Ньюфанзенской отмели. Она вся состоит из наносной почвы, из огромного количества органических остатков, занесённых или гольфстримом с экватора, или с северного полюса противоположным холодным течением, идущим вдоль американского берега. Здесь же в половодье скапливаются и неправильные формы валуны, отрываемые от берегов. Образовалось тут и громадное кладбище погибших рыб, моллюсков и зоофитов. Глубина здесь незначительная, но к югу вдруг идёт у стопами большая впадина глубиной тысячи три метров. Тут гольфстрим расширяется, течёт медленнее, а температура его понижается. Из рыб, которых спугнул наутилус, назову пинагоры с чёрной спиной, и оранжевым брюхом. Он подаёт своим соплеменникам редкий пример супружеской верности. Хюпернака, род Мурен, изумрудного цвета, превосходного вкуса. Караков, с выпуклыми глазами и собачьей головой. Морских собак, яйца живородящих, похожих на змей. Чёрных пескарей длиной 20 сантиметров, длина хвостых макрорусов, серебристых рыбок, заплывающих далеко от северных морей. В сети попала ещё одна смелая, сильная, мускулистая рыба. Бычок северных морей, с иглами на голове и шипами на плавниках. Настоящий скорпион, длиной 2-3 метра, злейший враг трески и лососевых. Тело у него круглое, тёмного цвета, с красными плавниками. Сладить с ним было нелегко. Эта рыба, благодаря особым жаберным крышкам, способна довольно долго жить вне своей родной стихии. Назову, чтобы не забыть, баскиен – маленьких рыбок, которые долго сопровождают корабли в северных морях. И перейду к треске, которую видел в любимом месте её пребывание – на Ньюфаунлендской отмеле. Можно сказать, что треска здесь – рыба горная, так как Ньюфаунленд – ничто иное, как подводная гора. Когда Наутилус прокладывал себе дорогу сквозь плотную массу стаи трески, консель не мог воздержаться от замечания. Неужели это треска? Я с позволения их чести думал, что она совсем плоская. Она плоская лишь в рыбной лавке или на рынке, где её продают выпотрошенной и распластанной. В воде она совершенно круглая и превосходно приспособлена к плаванию. Это верно, – ответил консель. Боже мой, сколько её тут! Точно муравейник! Её было бы гораздо больше, если бы не существовало её врагов – скорпен и человека. Знаешь, сколько икринок насчитывается в одной самке? Я буду угадывать пятьсот тысяч. Одиннадцать, друг мой! Миллионов! Я этому поверю, только если сам их пересчитаю. Пересчитай, консель. Но лучше будет, если ты мне поверишь. Не забудьте того, что французы, англичане, американцы, датчане и норвежцы ловят треску тысячами тонн. Поедается её количество страшное, и если бы она не отличалась удивительной плодовитостью, то её вскоре бы не стало. В Англии и Америке пять тысяч судов и семьдесят пять тысяч матросов заняты исключительно ловлей трески. Каждый из судов привозит в среднем до сорока тысяч штук, а в общем – двадцать пять миллионов. У берегов Норвегии происходит то же самое. Ну, хорошо, согласился консель. Я считать не стану. Что? Те одиннадцать миллионов икринок, которые есть в каждой самке. Но я с позволения их чести сделаю замечание. Какое же? А такое, что если бы из каждой икринки рождались мальки, то четырёх самок было бы достаточно для снабжения треской Англии, Америки и Норвегии. Пока мы обходили отмель, я хорошо разглядела длинные снасти. На каждый из них двести крючков, а каждая рыбачья лодка ставит такие снасти дюжинами. Снасть опускается с помощью маленького якорька, а верхний конец удерживается леской, прикреплённой к пробковому поплавку. На поверхности воды мелькало огромное количество этих пробок, и наутилос весьма удачно маневрировал, чтобы не снести эти крючки и самому в них не запутаться. Впрочем, наутилос недолго пробыл в этих водах и поднялся до 45 градуса северной широты, на широту Сен-Жана и Хартс-Контента, где опущен конец трансатлантического кабеля. Наутилос пошёл не на север, а к востоку, как бы вдоль плата, на котором лежит телеграфный кабель, и где рельеф дна измерен с чрезвычайной точностью. 17 мая, милях в пятистах от Хартс-Контента на глубине 2800 метров, увидел я лежащий на дне телеграфный кабель. Консель, непредупреждённый мной, принял его сначала за громадную змею и уже готовился её классифицировать. Но я рассеял его заблуждение и в утешение рассказал всё, что мне было известно о прокладке этого кабеля. Первый кабель был проложен в 1857-1858 годах, но передал лишь около 400 телеграмм и перестал действовать. В 1863 году сконструировали новый кабель длиной 3400 километров и весом 4500 тонн. Погрузили его на корабль Great Eastern. Но и эта попытка не удалась. 25 мая Наутилус оказался именно на том месте, где произошёл разрыв каната на глубине 3836 метров. Это произошло в 638 милях от берегов Ирландии. В 2 часа дня там заметили, что сообщение с Европы прекратилось. Решили сначала разрезать кабель, а потом его выловить. В 11 часов вечера вытащили повреждённую часть, сделали новое соединение с основным кабелем и опять погрузили в океан. Но через несколько дней он снова порвался, и его уже не смогли достать. Американцы не потеряли, однако, терпения. Неутомимый Филд, главный организатор всего предприятия, рисковавший потерять всё своё состояние, открыл новую подписку. Деньги были немедленно собраны. Изготовили новый кабель более современной конструкции. Провода заключили в резиновую оболочку, обернули волокнистым материалом и вложили в металлическую обшивку. Грейт Истерн повёз его в океан 13 июля 1866 года. Дело шло хорошо, но стали замечать, разматывая кабель, что в него местами вбиты гвозди с целью испортить провода. Капитан Андерсон, его офицеры и инженеры собрались на совет и решили, что если виновного поймают на месте преступления, то без дальнейшего суда немедленно бросят за борт. Об этом решении тотчас объявили всем на корабле, и с тех пор вредительство прекратилось. 23 июля Грейт Истерн был за 800 километров от Ньюфаунленда, когда из Ирландии пришла телеграмма о заключении перемирия между Пруссией и Австрией после сражения под Садовой. 27 июля он среди тумана лавировал в порту Хартс-Контента. Предприятие с успехом было доведено до конца, и в первой своей депеше молодая Америка приветствовала Старую Европу мудрым изречением, редко понимаемым верно. Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение. Я, конечно, не думал, что увижу электрический кабель в том виде, в каком он вышел из мастерских. Он имел вид длинной змеи, обросшей раковинами и водорослями, облепленной каменистой коркой, предохраняющей его от сверлящих моллюсков. Кабель лежал плотно, не раскачиваясь. Давление на него было благоприятное. Электрическая искра пробегает от Америки до Европы за 0,32 секунды. Время действия этого кабеля бесконечно, так как резиновая оболочка становится прочнее от пребывания в морской воде. К тому же трасса так удачно выбрана, что кабель погружен не очень глубоко, и разрывов опасаться нечего. Наутилус опускался до самой глубокой точки его залегания на 4431 метр от поверхности, и даже здесь он не подвергался значительному трению. Потом мы подошли к тому месту, где произошел несчастный случай в 1863 году. Здесь дно океана образовывало долину шириной в 120 километров. Если бы на нее можно было поставить Монблан, то его вершина не выступала бы на поверхности воды. Эта долина загорожена с востока остроконечной стеной высотой 2000 метров. Мы сюда прибыли 28 мая, и Наутилус очутился в 150 километрах от Ирландии. Неужели капитан Немо имел намерение пристать к Британским островам? Нет, к моему большому удивлению, он пошел на юг, к берегам Европы. Огибая изумрудный остров, я увидела на минуту мыс Клир и маяк Фастен, освещающий путь кораблям на выходе из Ливерпуля. Важный вопрос возник у меня в уме. Осмелится ли Наутилус войти в Ла-Манш? «Недленд, вышедший из уединения, когда мы пошли вблизи Земли, не переставал меня спрашивать». «Ну что мне ответить ему?» Капитан Немо оставался невидимым. Он показал издалека Нацию берег Америки, может быть и мне только покажет берег Франции. Наутилус между тем шел на юг. 30 мая он прошел мимо острова Силе у полуострова Корнуэл. Если бы капитан хотел войти в Ла-Манш, то пошел бы прямо на восток. Но он этого не сделал. Весь день 31 мая Наутилус описывал по океану круги, возбуждавшие мое любопытство. Он как будто искал какое-то место, которого не находил. В полдень сам капитан Немо вышел на палубу для наблюдений. Мне он не сказал ни слова и казался мрачнее, чем всегда. Что могло так огорчить его? Не близость ли европейских берегов? Или, может быть, воспоминания об оставленной родине? Что же он чувствовал? Угрызение совести или сожаление? Эти мысли долго вертелись у меня в уме. В то же время было какое-то неясное предчувствие, что случай вскоре откроет мне тайну капитана Немо. На следующий день, 1 июня, Наутилус делал то же самое. Он явно искал какой-то пункт среди океана. Капитан Немо пришел на палубу определить высоту Солнца, как и накануне. Океан был спокоен, небо ясно. В милях восьми на востоке показался большой пароход. Флага на нем не было. Так что я не мог определить его национальность. За несколько минут до прохождения Солнца через Меридиан капитан Немо взял сикстан и чрезвычайно внимательно стал заниматься своими наблюдениями. Полный штиль помогал ему в этом. Наутилус стоял почти неподвижно. Закончив свое исследование, капитан произнес одно только слово. «Здесь». Потом он ушел. Увидел ли он, что пароход изменил направление и, казалось, пошел прямо на нас. Этого я не могу сказать. Я вернулся в салон. Иллюминаторы закрылись, и я услыхал, что резервуары наполняются водой. Наутилус стал вертикально опускаться и через несколько минут лег на дно на глубине 833 метров. Свет в салоне погас, иллюминаторы открылись. И я увидел сквозь стекла ярко освещенное лучами прожектора водное пространство. Справа я ничего не разглядел, кроме совершенно спокойной воды. По левому борту на дне виднелись какие-то развалины, погребенные под слоем белых раковин, как под снежным покровом. Сматриваясь, я различила очертания затонувшего корабля, потерявшего мачты. Несчастье это случилось с ним, вероятно, очень давно. Что это был за корабль? Зачем Наутилус пришел на его могилу? Я не знал, что и думать, как вдруг около меня капитан Немо медленно произнес. Тогда корабль этот назывался «Марселец». Он был спущен на воду в 1762 году и имел 74 пушки. В 1778 году, 13 августа, под командой «Лапоуп-Ветрие» он смело бился с «Пристоном». В 1779 году, 4 июля, с эскадры адмирала Дестена брал Гренаду. В 1781 году, 5 сентября, принимал участие в сражении графа де Грасс в Чесопикском заливе. В 1794 году французская республика переименовала его. В 16 апреля того же года он был послан из Бреста для эскорта транспорта, шедшего с хлебом из Америки. В 11 и 12 июня эскадра встретилась с англичанами. Ровно 74 года тому назад на этом самом месте, на 47 градусе 24 минутах широты и 17 градусах 28 минутах долготы, этот корабль после геройской битвы, в которой лишился трех мачт и третий экипажа, предпочел утопить себя вместе с 356 матросами, но не сдался. И, прибив флаг к корме, пошел ко дну с криком. «Да здравствует республика! Это Мститель!» – вскрикнул я. «Да, Мститель! Прекрасное имя!» – сказал капитан Немо, скрестив на груди руки. «Да, Мститель!» Продолжение следует...